Я читаю вторую главу послания апостола Павла к Крымлинам. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом иелена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом иелена. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научась из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано имя Божие, хулиться у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога.